Приветствую друзья, вы на Ньюсейдер и я Александр Кушинарь. Итак, сегодня, 17 мая, у нас наконец появились качественные спутниковые снимки в хорошем разрешении, которые показали болезненные для Кремля результаты прилетов Этакмс по военному аэродрому Бельбек 15 и 16 мая. И перед тем, как показать эти фотографии, хочу пояснить, что в конце этого видео, а точнее во второй его половине, я покажу еще несколько очень важных видеозаписей, которые подтверждают успешность сегодняшних прилетов по порту в Новороссийске. Я это специально поясняю для всех тех троллей, которые заявляют о том, что предыдущих видеороликов в нашем прежнем материале якобы недостаточно. Не видно, мол, там непосредственно поражение резервуаров с топливом. Так вот, как раз эти записи с поражением резервуаров с топливом я вам и дам. Ну а теперь возвращаясь к нашей главной теме этого ролика. Ситуация для России оказалась даже хуже, чем ее рисовали изначально и Z-блогеры, и анонимные источники в МЧС. Фотографии, которые вы сейчас увидите, показывают остовы четырех истребителей. Ибо лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Фотографии, которые вы сейчас видите, показывают остовы истребителей. Исследователь Кристиан Триберт, ранее работавший в Беллинкет, указал в своем X-аккаунте, что наблюдает здесь полное уничтожение двух МиГ-31, это мы уже знаем, о чем говорилось накануне, а также одного Су-27, а вот это уже новенькое, а также повреждение одного МиГ-29. Тоже ничего об этом не было слышно. Короче, минус четыре истребителя у России. Обратил аналитик внимание и на полностью разрушенное топливное хранилище рядом с главной взлетно-посадочной полосой. Очевидно, что пожары именно вот в этом вот складе с топливом мы и наблюдали на том видео с местной камеры наблюдения. В какой конкретный день были причинены такие разрушения, пока точно не ясно. Как известно, серии атак совершались две ночи подряд, 15 и 16 числа. Более того, как известно, под ударом оказался не только собственно аэродром, но и защищающий его ПВО, что, конечно, логично. Сначала уничтожается ПВО, потом аэродром. ОСТВС-400 и радиолокационные станции мы уже показывали. Причем повреждения на РЛС выглядели так, будто по ним прилетела противорадиолокационная ракета ХАРМ, а не кассетная ЭТЭКМС. Поясним, что некоторые наблюдатели заметили на указанных снимках, опять же, уничтоженную ПВО прямо в Бельбеке самом. Тут нужно еще уточнять, а та ли это ПВО, которая показана была нами с близкого расстояния накануне, ну и вот как раз вы сейчас видите эти снимки. Или это уже какая-то другая, еще одна ПВО, то есть на самом аэродроме не очень понятно, но в любом случае ясно, что воздушная оборона над этой позицией была полностью разрушена, что стало одним из факторов дальнейших беспрепятственных атак. Интересно и то, что спутник показал больше поврежденной техники, чем об этом рассказывали источники издания Астра. Это соответствует моему вчерашнему предположению, что представленные этим изданием данные, хотя, конечно, и являются очень ценными, но могли быть неполными, и что нам следует дождаться спутниковой съемки. К счастью, со спутниками у Соединенных Штатов сейчас недостатка нет, а программа Старшилд, которая осуществляется компанией SpaceX и будет представлять на себя сотни и сотни наблюдательных спутников на низкой орбите, и вовсе стала прорывом в деле космической разведки. Тем временем, вчера поступили фотографии и разрывов суббоеприпасов АТЭКОМС прямо на самом аэродроме. Сейчас на ваших экранах характерные ямки с расходящимися темными полосками вот на этом самом аэродроме Бельбек. Так выглядят лунки от детонации снарядов М-74, начиненных мелкой шрапнелью. Таких бомбочек в каждой ракете АТЭКОМС, которая имеет дальность 300 километров, не менее 350 штук. А в версиях с укороченной дистанции таких бомбочек и вовсе почти тысячи. Учитывая, что таких взрывопасных бомб за предыдущие двое суток разорвалось на авиабазе Бельбек не менее тысячи, а я думаю, что несколько тысяч. У меня есть стойкое подозрение, что теперь этот аэродром в принципе больше невозможно использовать по назначению. Военный обозреватель Александр Коваленко посчитал, что благодаря ударам АТЭКОМС, которые начались в Крыму 17 апреля и продолжаются до сих пор, российское ПВО на этом полуострове, лишилось к настоящему моменту дивизионов в Джанкой и в Бельбеке. А третий радиотехнический полк на горе Ай-Петри, где на днях Storm Shadow поразили стратегическую РЛС, состоящую из шаров, оказался не способен выполнять свои функции, по крайней мере полноценно. Все это происходит на фоне полной неспособности российских ПВО перехватывать сами американские ракеты, подчеркивает Коваленко в своей публикации. Цитирую его. Несмотря на заявление российского Министерства обороны, согласно которому сбиваются все ракеты, фиксируются и верифицируются системные прилеты по шесть ракет на бег. Так было с Джанкой. Шесть из шести достигли цели. Аналогично было верифицировано шесть прилетов по Бельбеку, что говорит либо об отсутствии самого алгоритма перехвата данных ракет у российской ПВО, либо об отсутствии возможности из-за уже поврежденной общей системы ПВО. Предположил он, указав на разрушение как минимум трех стратегических баз ПВО. По его мнению, это привело к обширному по площади белому пятну в защите воздушного пространства региона. Цитата опять же. Фактически центр полуострова превратился в проходной двор для разного рода воздушных средств поражения с довольно фривольной траекторией полета, заключил специалист. От себя добавлю, речь идет не только о том, что полностью дезавуирована многолетняя бравада России об эффективности С-400 как самых передовых систем ПВО в мире, но также и о том, что у России выявили системные прорехи на уровне в целом эшелонированной ПВО. Если С-400 не справляются с угрозами на дальних расстояниях, то на ближних расстояниях, по идее, с такими угрозами должны были бы справиться другие средства, такие как те же панцири, да и опять же, где же те самые С-350 Витязь? Ну и панцири, и Витязи, и С-400, как видимо, оказываются бессильны всякий раз перед этаком. Никаких возможностей создать нечто принципиально иное. Подобное тем же Патриотам, россияне в условиях санкций и бегства мозгов из страны просто не в состоянии, как бы они не пыжились, и какие бы параллельные поставки через Китай, Киргизстан и Казахстан они не организовывали для себя. Ибо, еще раз, утекшие мозги компенсировать невозможно, они не импортозамещаются, в ГУЛАГе не растут кокосы, в ГУЛАГе шьют перчатки. В свою очередь, выигрыш Соединенных Штатов в гонке ПВО положительно скажется на оборонном экспорте из США. Теперь, когда весь мир увидел, что системы Патриот могут останавливать массированные удары баллистикой, а С-400 и другие российские ПВО не могут, очередь за Патриотами растянется на многие десятилетия. А вот способность России втюхивать свои С-400, Буки и панцири за рубеж, я думаю, будет поставлена под сомнение. А самой яркой иллюстрацией здесь, как известно, стал тот факт, что Франция сместила Россию со второго на третье место в экспорте вооружений. Со своей стороны, главный редактор украинского военного издания «Дефенс-экспресс» Олег Катков уверен, что в данном случае в отношении аэродрома Бельбек речь идет о комплексной операции, в которой были задействованы самые разные средства поражения, не только ЭТЭКС. Он так прокомментировал ситуацию, цитирую. На спутнике может быть замечено поражение зенитно-ракетного комплекса, который там очевидно был. Речь идет и о поражении горюче-смазочных материалов. Также, вероятно, был поражен состав с авиационным вооружением. Если эта информация подтвердится, это означает, что использовались не только ЭТЭКС, но и крылатые ракеты типа Storm Shadow Scalp, ведь именно такие вещи для них являются основными целями. Значит, это была довольно хорошо спланированная, комбинированная атака, во время которой сначала кассетными ЭТЭКС был уничтожен район ПВО, охранявший этот аэродром, и сами находившиеся там самолеты, а уже после этого были поражены все другие цели. Если будет подтвержден весь этот перечень пораженных целей, то речь идет о полном уничтожении всей авиабазы и ее выведении из строя на довольно долгий срок, указал эксперт. По его словам, облачность не позволила оценить весь масштаб повреждений. Надеемся, что сегодня погода будет лучше, и будут сделаны соответствующие спутниковые снимки. Следует отметить, что был использован не один кассетный ЭТЭКС, поэтому даже на спутниковых снимках может быть не зафиксирована та степень поражения летательных аппаратов, чтобы оценить, что там действительно было уничтожено, пояснил аналитик. Следует обратить внимание и на то, что последовательное уничтожение ПВО в Крыму открыло возможности для все более эффективных атак не только собственно ракетами, но и дронами Украины. Вот почему БПЛ-люты отправились в Севастополь не до, а после серии ударов по военным базам на аннексированном полуострове в предыдущие недели, и особенно в последние несколько дней. Размягченная система противоракетной обороны стала тем решетом, через дыры в котором украинцы теперь могут все более уверенно орудовать своими камикадзе. Так они смогут поражать те объекты, на которые жаль тратить более дорогостоящий американский ракетный ресурс. В этой связи хочу привести вам еще одну видеозапись сегодняшней ночной атаки в Новороссийске, которая в очередной раз показывает, насколько успешны были прилеты украинских дронов по нефтеналивной инфраструктуре порта в Новороссийске. Ого, молодцы! Вот здесь! Сейчас! Еще один там! Вон он летит! Машины там стоят! Он вот, прям сюда вот, вот в эту! Сюда запрятаться! Где он? Вон он, вон он придет! На бочке! В бочку! Эта запись, как и другие, которые мы продемонстрировали в прошлом нашем ролике, послужили очередным посрамлением для Министерства обороны России, который рассказывал, как сегодня ночью в очередной раз была пресечена и отражена еще одна попытка киевского режима совершить массированный террористический акт на инфраструктурных объектах Краснодарского края. Сам процесс пресечения и отражения, говорит украинский эксперт Константин Машевец, выглядел достаточно ярко и, я бы даже сказал, с огоньком. И я с ним полностью согласен. Огонек был тот еще. Следует отметить, что бессилие российских ПВО сейчас признают даже Z-блогеры. Один из них, который пишет в телеграм-канале под названием Helicopter Pilot, заявляет следующее. Цитирую. Нет смысла уже в миллионный раз писать, чего пытаются добиться украинцы ударами в Крыму. Все все знают и понимают. ПВО от этих текстов в интернете лучше работать не станут. Касательно техники, тут спасет только непопулярный вариант с ежедневным перебазированием на аэродромы, до которых ракеты украинцев не достанут. Да, это убивает ресурс и все больше истощает силы экипажей. Но таковы реалии. Вынужден признать этот сторонник террористической России. Ну а Министерство обороны России и дальше пусть рассказывает, как сегодня ночью ПВО России перехватили более сотни дронов, а вчера очередные десятки ЭТЭКМС, ХАРМ и СКАЛЬ. Эта колыбельная уже стоила российским военным жизни и сотен и сотен миллионов долларов только за последние дни. Я имею ввиду уничтоженное оборудование, которое восстановить будет ой как тяжело. Короче, желаем всем этим российским военным и дальше спать под колыбельную Коношенкова. Просыпаться не обязательно. Спасибо за то, что остаетесь с нами, друзья. Вы можете поддержать наш канал, он очень нуждается в вашей поддержке. Через ресурсы, ссылки на которые найдете в описании к этому видео. PayPal, Patreon, BuyMeCoffee, банковский счет с реквизитами и суперспасибо от YouTube в виде отдельных кнопок под каждым нашим роликом. Низкий поклон всем, кто помогает благодаря вашей поддержке. Мы можем делать эти материалы, повышать их качество и увеличивать количество. До скорого!